Скажи, где мы, что мы? В общем, едем, когда человек горит. Вот такая сейчас. Маневры будем между колоннами маневровать. Все горит. Да, мы вот так объедем. Машины, все горит, все разбито. Брошенная техника украинская. Да. Без всяких там букв Z и так далее. Смотри, габариты горят. Просто тупо бросили. Вот, смотрите. Танк. Ну, танк. Беттеры. Видимо, сграда ебашили, потому что такие удары. Все оставлено, все разгромлено. Сгоревшие. Бензовозы брошенные. Беттеры. Фура брошенная гражданская. Стопа разбитая. Да. Полевая кухня. Тоже колонна. Ну, коммуна, да. Ну, гражданские проехали. Только шучерку попробовать. Это все, Андрей. Это мы на разгилку поедем. Затягиваем. Гарим. Какие-то гражданские машины видишь? Гражданская брошенная, но это не гражданная. Это вот такие мицики. Это у нас. Наша армия использует. Ну, как бы типа, видишь, но тут не перекрыто ничего. То есть можно ездить до Херсона 15 км, до Олежек 5 км. Вот горит, смотри. Вон с ними прям горит. Тоже загоревший камаз. Фуры попали в передрягу. Ну, видимо, они дальше пройти не смогли. Скорее всего, что люди бросали технику. Уходили в лес. С двух сторон. А это развилка на Радынск, получается, на Кабанинске. Здесь тоже техника. Вот это уже российская техника у вас стоит. А вот российская, да. Вот буква Z. Там уже российская техника. И тоже брошенная, да. Нема никого пока что. Гражданская проехала. Движение есть вроде. Такое маленькое, но есть. Ну, сейчас давай сюда и буду на встречку, чтобы не вылетать. Может кого-то сейчас встретим? Уже там мрамор. Спросить же надо. Овчарки бегают. Кстати, не первые. По дороге бегают просто. Я вообще гражданских людей не вижу. То есть абсолютно все бросалось, бросалась вся техника. Люди убегали. Просто убегали тупо в лес. Ты же видишь. И лес горел тут немножко. Еще тлеет там в зале. Вот тоже техника стоит. Вот сейчас гражданская машина стоит. Непонятно. Тоже брошенная. Видишь, она и в этом. С тросом. Все улочные. Все улочные. В этом месте. В этом месте. Я не знаю. В этом месте. В этом месте. Продолжение следует...